Сергей недавно построил дом и решил подвезти газ. Уже во второй раз он приезжает в офис соцгазификации в поселке Чистцы за консультацией. Для этого я подал заявку и сейчас на газификацию сейчас я пришел посмотреть в каком она статусе, проверить и узнать сроки. Программа президента России по соцгазификации в Одинцовском округе стартовала в июне 2021 года. С тех пор она пользуется популярностью. Но и вопросы у жителей всегда есть. Для этого в муниципалитете открывают многофункциональные центры. Активисты Одинцовского отделения Единой России ознакомились с работой одного из них. Одинцовский округ, он, ну как вы знаете, один из самых больших в Московской области. И на сегодняшний день у нас, ну если вот сегодня, вчера, насколько я знаю статистику, поступило 5206, есть, по-моему, заявок от жителей Одинцовского округа. И у нас это в основном называется «догазификация». То есть это дополнительное строительство к тем домам, к тем, которые построены, или те люди, которые захотели подключить газ, или главное, конечно, те жители нашего Одинцовского округа, которые захотели подключить газ вот по таким ценам, да, по льготным. В офисе можно не только подать заявку, но и получить консультацию специалиста. Также есть выставочные макеты по оборудованию, у вас также пара проконсультирует. Есть три пакета, минимум, максимум и стандарт. По данным пакетам тоже у вас сотрудники могут проконсультировать. Офис работает со вторника по субботу с 10 утра до 7 часов вечера. Работы по программе соцгазификации уже проведены в 164 населенных пунктах, проложено 197 километров газопровода. Дмитрий Потапкин, Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.